Всем привет, друзья! Сегодня мы записываем, так сказать, мнение-интервью. Сегодня у нас в гостях Людмила. Людмила является владельцем автомобиля Kia Rio X-Line. И сегодня мы зададим ей пару вопросов и узнаем мнение владельца автомобиля Kia Rio. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, какой автомобиль у вас был до Kia? 7 лет назад мы с мужем предпочли выбрать автомобиль. Только новинка вышла Лады Гранта в автомате. И первые, которые автомобили привезенные были в город Киров, первый заказ из четырех машин был наш. И в этом году мы решили поменять русский автопром на корейский. Почему выбрали именно Kia Rio? До этого я объездила много салонов. И Volkswagen, Skoda, разные салоны. Но практически все, которые есть в городе Кирове. Но почему-то остановилась на Kia Rio. Наверное, дело в том, что еще может у друзей у нас есть по наслышкам. Но почему-то остановилась на Kia Rio. Это первый свежий автомобиль был именно такого года у вас? Да, это был первый свежий автомобиль этого года. Купили мы его в сентябре месяце. Приобрели мы его в сентябре месяце. Он был поддержан. Он 2018 года. Но дело в том, что пока мы искали, скажу честно, почему-то автомобили в цене растут и растут. И мы решили выбрать, рассмотреть автомобиль 2018 года. Он особо в очень хорошем состоянии. До этого им управляла тоже девушка. И пробег очень был маленький. Менее 40 тысяч. И в отличном состоянии. За этого мы его и решили приобрести. Почему выбор пал именно на Kia? У родственников у нас Kia автомобиль. Kia Sportage. И почему-то, ну не знаю, наверное, может, что и проехалась последнее время в Kia, в их Sportage. Может, за этого я выбрала. Потому что как-то, не знаю, почему-то вот не понравилось. А чем Sportage понравился? Ну, Sportage понравился, конечно, он много отличается от Kia Rio X-Line. Потому что он более, конечно, маневреннее. И он уже автомобиль, ну, у нас, например, хэтчбэк, а тот уже кроссовер. Вот, конечно, машина повыше, но хэтчбэк тоже, я считаю, что он немножко повыше. Ну, не знаю. Почему-то так, может, пал в глаз. Не знаю. Почему-то остановились на этом автомобиле. А чем хорош ваш автомобиль Kia Rio X-Line? Какие плюсы? Ну, плюсов весь много. У меня есть сравнение по советскому автопрому и, конечно, по корейскому. Это, конечно, очень большие плюсы. И в маневренности, и в том, что в Ладе Гранте у нас было. Там даже садишься и даже чувствуешь уже, что ты садишься. Есть разница даже с советским автопромом. Очень большая разница. И в движении он намного жестче едет. И в эту машину, когда я села, я почувствовала, как у меня родственник сказал, ты держишь руль уже, это совсем другое, как игрушечный. Другие ощущения. Да, другие ощущения. Там и пожестче руль, движение. Ну, все. Намного, можно сказать, как я говорила, пожестче. Здесь, как куколку водишь машину. А есть ли какие-то минусы в этом автомобиле? Ну, так как я не так давно его вожу, так я особо не заметила никаких минусов. Как вы думаете, Керри он для кого? Он для женщин или для мужчин? Ну, здесь тоже могу сказать. Вот, когда здесь буквально ездила, ехала неделю назад, и обворачиваю голову, едут наши друзья и говорят, вот, Люд, эта машина как будто для тебя, потому что она какая-то женская. Ты в ней очень, это машина твоя. С тех пор вот я что-то предпочла, что это действительно женский автомобиль. Я не знаю, может, они еще сказали, она какая-то закругленная, такая миниатюрненькая. Так. А что скажете про именно седан, про обычный Керрио? Он для кого? Он тоже более женственный или он скорее уже для мальчика, для мужчин? Ну, вот здесь не могу сказать. Ну, седан, мне кажется, ну, и для женщин, и для мужчин. Ну, вот я здесь не могу так ответить. И, может, и кого-то обижу из мужчин, может, и кого-то обижу из женщин. Я не могу так разделить. Мнение такое у меня что-то. Но X-Line больше вот такой женский. Да, ну, как вот мне сказали, так вот я вам и говорю, что может и больше женский. А хватает ли высоты Керрио X-Line для города, чтобы не цеплять бордюры, чтобы, может, какие-то ямы проехать и не задевать? Ну, хватает. Ну, может, немножко то, что бампер, вот там, как погружение немножечко бампера, что бордюр, когда паркуешься. Ну, и то я бы не сказала. Все бордюры, которые в нашем городе Кирове, по крайней мере, я еще не цепляла. Что очень хорошо. Да, что очень хорошо. А вот отличие от Лады Гранты. Вот, насколько я знаю, у Лады Гранта у нее в стандартном исполнении, ну, 16 где-то сантиметров, ну, может быть, 18 у кого-нибудь сантиметров первенц. Вот Керрио X-Line, насколько я знаю, лично у меня, у седана 16 сантиметров, у вас 18 сантиметров. Чувствуете ли вы какое-то различие между 18 сантиметрами у Гранты и у Керрио? Ну, особо не чувствую, но сразу скажу еще, вот, если вы меня спросили про Ладу Гранту, то Лада Гранта достаточно тоже высокий автомобиль. И то, что нам нравилось, что там даже, ну, я бы не сказала, что больше багажник, как у Керрио X-Line, но достаточно тоже вместительный большой багажник. И она, по возвышенности, она высокая машина. Высокая. Вот это, правду говорю честно, то, что высокая. А когда пропал вау-эффект от автомобиля нового, когда вы уже привыкли к нему и садились уже с таким спокойным выражением лица, уже, а, ну да, это моя Керрио, у меня соседу и просто поеду. То есть вы не смотрели на панель, не трогали его долго, допустим, или любовались как-то, уходя, глядываетесь на машину, когда паркуете? И, уходя, глядываюсь, прихожу, рассматриваю, еще иногда и где-то смотрю, вот чищу фары и думаю, ой, а тут еще здесь такое, а здесь такое. Но скажу еще также честно, что на данный момент я не так, может, рассматриваю, потому что она и где-то под снегом, и если бы лето было, так, может, и почаще я выходила и смотрела на нее, и любовалась. Но первое время я очень, мне хотелось прям каждый день ее помыть и, извините за выражение, говорю, так, если пальчиком поплевать, где-то пилинку вытереть, ну, пока еще особо не пропало желание, вот, ухаживать за ней. А было ли, были ли такие чувства, так назовем их, к автомобилю Лада Гранта, или все-таки тот автомобиль, его как-то менее, меньше любили? Ну, я не могу сказать, что я его меньше любила, может, уже потом прошло у меня такое, что там более ухаживать, но не могу сказать, что я не ухаживаю за машиной, у меня всегда чистота идеальная, панельки начищены, всегда коврики чистые, всегда даже газетки постелены. Ну что ж, на этом все, мы задали все интересующие нас вопросы, было интересно послушать владельца автомобиля Kia Rio X-Line Людмилу, и смотрите дальше, будем еще делать такие же выпуски, будем спрашивать владельцев автомобилей, не только Kia, но и других марок. А на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok